дебил все это я вообще херово знаю кто это такие гусейн гасанов мне стыдно за всем привет меня зовут антон шастун это шоу контакты и сегодня у нас в гостях илья соболев привет привет здорово здорово привет спасибо что позвал да илюш не за что не за что мы около семи лет назад сняли нулевой выпуск с тех пор у нас чуть-чуть поменялись правила но главное остается неизменным я буду задать тебе вопросы но ты не сможешь отвечать на них сам абсолютно не важно знаешь ли ты правильный ответ важно знаешь ли ты людей которые знают правильный ответ на этот вопрос всего я задам тебе 5 вопросов на них будут отвечать твои контакты я возьму твой телефон и мы вместе с тобой из твоей телефонной книги будем выбирать человека которому будем звонить на разговор с человеком у тебя будет 60 секунд так но если тебе дают неправильный ответ я буду отнимать у тебя 10 секунд хорошо когда у тебя Закончилось время, ты проиграл. Если ты получил правильные ответы на все пять вопросов, ты победил и получаешь наш главный приз. Роллс-Ройс. Фантом. Поехали! Итак, первый вопрос. Давай. Как в русском лото называется цифра 22? Фуф. Ну, я примерно знаю, я смотрел. Такой примерно. Здоровый мужик с усами вёл. Здоровый мужик с усами достаёт бочонки. Уже на протяжении 20 лет. Лебеди-лебединая пара или что-то такое. Возможно, возможно. Олег Акума. Возможно. Кто такой Олег Акума? Олег Акума это питерский питерский друг Андрея Спартака. Чтоб ты понимал. Андрей Спартак это воронежский друг. Это большой друг Антона Борисова. Чувствуешь, мы всё ближе и ближе к шоу-бизнесу. Антон Борисов это знакомый Сергея Роста. Сергей Роста это не последний человек. Это бывший коллега. Бывший коллега. Дмитрий Нагиев. А Дмитрий Нагиев это знакомый Медведева. Медведев это человек, которого иногда видит сам Мутин. Поэтому таким людям лучше не звонить. Александр Шкаф. Знает ответ? Там есть Александр Шкаф? Александр Шкаф. Интересно. Это очень большой человек. Это какой-то поэт, знаешь, из Белоруссии. Александр Солярий, может быть. Ты ходишь в Солярий? Нет, это на самом деле... Это мне книжка синхронизируется с моей женой. Серьёзно? Да. А зачем тебе синхронизирование? Я не знаю. Она, потому что регистрирует телефон, например, покупает и вводит Моя и Клауд. И, короче, всё, что есть у меня, есть у неё. Кроме нескольких заболеваний. Алексей семь цветов. Вот это всё. Это я вообще херва знаю, кто это такие. Это, видимо, это, знаешь, такой неполный дальтоник. Он знает почти все цвета. Почти все. Гусейн Гасанов. Гусейн Гасанов точно... Точно... Он, думаю, очень родился, когда был Лото. Он же вообще молодой. Ну да. Гусейн... Сколько Гусейну лет? Около 22. Около 22 лет. Как и вопрос, о котором ты спрашивал. Мне кажется, это знак. Ну что, позвоним Гусейну? Смотри, ты сам решаешь. Ну давай позвоним Гусейну. То есть ты думаешь, он знает про Лото? Нет, Гусейн точно не знает. Ну тогда зачем мы ему звоним? Санклайс. Ты начинаешь понимать правила игры? Мне это нравится. То есть мы сейчас должны найти кого-то из телефонной книжки. Но Гусейн, я не думаю, что он знает. Ну, может быть. Гурген. Ой, не знаю кто... Бля, странно, что у меня у жены есть Гурген. Это очень странно. Может быть, это какой-то рабочий где-нибудь. Мы что-то работали где-нибудь с ним вместе. Дебил. Есть дебил? Просто дебил. Я не знаю вообще некоторых, прикинь. Диана Мох. Это, видимо, кого-то я в бане записал. Ты кто-то из этой северной стороны кого-то увидел. Диана Мох. Диана Мох. Это очень хорошо. Дима Мебель, в скобочках Максим Истерика. Ты такого не записывал. Дима Кефир. Что-то это вообще какие-то знаешь. Как его идентифицировать? Ируся, Пуся. Две скобочки. Мне стыдно за... То, что у меня память хранит это телефонное. Хуй, блядь. Кабул. А, Кабул, я знаю. Это вся столица Афганистана в целом? Да, по громкой связи мы сейчас вовсе весь город. Всем привет! Что там полоток? Кто в курсе? Кирилл Тифест. Тифест-то зовут Кирилл? Да. Или это не Тифест вообще? Да. Это Тифест, да? Да. Он тоже молодой. Тоже слишком молодой. Надо кого-то постарше. Давай, ты выбирай сам. Я просто... Давай, мне... Клячкин. Вот это... Нет, Клячкин-то знает точно. Сто пудово знает. Клячкин знает все. Если ты прожил хотя бы немножко на мусорке, ты уже раз... Уже знаешь контент с Россией один. А Кляка всегда там живет, поэтому... Ну что, серьезно, Роме Клячкину. Давай позвоним. Сто пудово знает. Так, ну что, звоним Роме Клячкину. Давай. Смотри, нет задачи кого-то разыграть и так далее. Если ты хочешь сказать, что ты в шоу говори. Давай, давай. Если не хочешь, не говори. Главное, получить правильный ответ. Ты можешь тратить свое время абсолютно как захочешь. У тебя 60 секунд. Так, поехали. Кляка, привет, братан. Скажи, пожалуйста, я сейчас нахожусь в шоу. Называется оно «Связи» с Антохой Шостуном. С Игорем Валерьевичем. Знаешь, это шоу-видео? А, я смотрел. Короче, сказали позвонить самым и бланам. И я звоню сразу же. Сразу же. Ты четвертый на счету. Позвонить самому кому? И бланам. А, бланам. Короче, у нас 30 секунд осталось, надо за минуту. Скажи, пожалуйста, как в лото называется цифра 22? А, есть варианты. Ну, один, смотри, барабанные палочки. 90-е – это детс. 22 – это ту-ту. Ту-ту, ту-ту, ту-ту. Ту-ту, реально ту-ту? Ту-ту, да, потому что английский, блан. Ты чё, тупой что? Олег, Олег, ты? Это как типа Туту-Кутуня или что? Ту-ту – это по-английски. Ну, ты дурачок, блан. Мы тебя любим. Всё. Ну, может не ту-ту, но ты возьмешь. Может не ту-ту. Не ту-ту? Ту-ту. Рома Клячкин ответил, что в русском лото комбинация 22 называется ту-ту. И это неправильный ответ. Клячка. Кляка. У тебя остаётся 50 секунд. Ну, давай. И мы продолжаем искать человека, связываясь с Ту-ту. Лестница Александр. С восклицательными знаками. Ой, это мудак вообще. 150 тысяч у меня спиздил. Серьёзно? Ну, практически, да. Бля, чё-то аж упало. В смысле, он украл 150 тысяч просто? Ну, он типа, да, взял деньги за лестницу и сделал, ну, не полностью и пропал просто. Плохой человек. Давай его номер спалим всем, чтобы ему все писали, типа, какой-то урод. А если это какой-то хороший чувак, который мне лестницу сделал, потому что она же у меня есть. А ты мне сейчас наврал. Нет, там кто-то из них, кто-то из них мудак, понимаешь? Ну, ладно, не будем. Лёша Строитель. Лёша Строитель. Нормальный парень. Нормальный парень. У нас шоу «Хороший, плохой человек». Ломоносова, 22. Да, это улица. Это дом, в котором... А, кстати, 22 опять. Это, кстати, как-то магически связано со мной вообще это число. Блин. Но он не везде. Оно имеет отношение ко мне. К сожалению. Очень, очень хорошо. Тебе звонит малышка по WhatsApp. Это шанс, кстати, спросить, если ты хочешь. Давай, пробуем. Давай. Громкая связь. Алло, Карапуз, привет. Привет. Слушай, я сейчас на съёмках у Антона Шостуна из импровизации. Ты такого не знаешь. Но раз ты позвонила, мы как раз разговариваем по телефону и спрашиваем у моих контактов всякие вопросы. Поздоровайся с ребятами. Привет. Привет-привет. Вопрос к тебе. Как в лото называется цифра 22? Два лебедя. Два лебедя? Да. Точно? Ну да. На кону 7 тысяч рублей. Блин. Что ты мне не дашь? Нет больше. Но лебеди, лебеди. Лебеди, да? Всё, хорошо, спасибо. Да, я же 15 лет играла. Давай, пока целую. Пока. Ну, лебеди, говорит. Вот так, собственно, она и не спросила, чего хотела, да? Малышка ответила, что в русском блато комбинация 22 называется лебеди. Так. И это правильный ответ. Они называются гуси-лебеди, но лебеди тоже засчитываются. А, прикольно. Поздравляю тебя. Отлично. Город и его жители очень влияют друг на друга. Я знаю это по себе. Лично я человек Воронежа. Я достаточно закрытый и по-настоящему открываюсь только самым близким. Я упрямый, хоть мне сложно это признавать. Но при всём этом я люблю, когда солнце. Люблю, когда люди смеются, когда громко. Всё потому, что Воронеж именно такой. Сдержанный, но очень душевный. И все воронежцы такие. Разные, но понятные мне. С ними я всегда смогу найти общий язык. Именно такие люди в моём телефоне. Даже в другом городе Воронеж остаётся со мной. Ведь это город моих контактов. Ну что, 50 секунд у тебя остаётся. Мы переходим ко второму вопросу. Давай. Который звучит так. Сколько чёрных клеток на половине шахматной доски? Брат, тебе нужна вообще не моя с телефонной книгой. С такими вопросами. Ты знаешь ответ на этот вопрос? А, ну нет, я не знаю. Ну может быть, кстати, знает Гарик Мартиросян. Он точно знает. Гарик Мартиросян знает? Ну вот что, он уже в Армении. Они же там дети играют в шахматы со школы. А ещё играют в нарды. Ну, в нарды играют те дети, которых выгнали со школы. А в шахматы те? В шахматы это конкретно у них внутри программы интегрировано. Поэтому армяне такие умные, на самом деле. Ну, в принципе, да, да, да. Это же запомнить, что конь буквы Г. Рокировка. Да, 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 да. Давай позвоним Гарику. Давай. Давай. Как у тебя записан, Гарик Мартиросян? КЛМ, да? Как там в этом алфавите? Как там у вас русских? Марина Тай. Марина Скинуть фото. Мария Массаж. Мария Школа дизайна. Гарик Мартиросян. Мы звоним Гарику Мартиросяну. Ох, вот это номер. Я не сомневался, что такое номер у Гарика. У тебя 50 секунд. Да. Аппарат выживаемого абонента выключен. Подожди, ну если не Гарик, то никто. Есть же функция, да, в айфоне, когда выключен телефон для одного абонента в книге? Но, возможно, он перезвонит. Галина Массаж. Галина Массаж точно не в теме. Точно не в теме. Если бы вопрос касался каких-нибудь жирных ног или там типа раздолбить целлюлит, то это вот, наверное, кто еще из умных-то у нас есть у меня в книжке. Митя. Митя, кстати, может знать. Это Митя Фомин? Нет. Нет. Митя Фомин. Вопрос про бутылки. Митя, это автор Comedy Club. А сейчас отвечает за весь диджитал, который там есть. Он умный человек. Он может играть в шахматы. Он не очень умный человек, потому что Comedy занялось диджиталом только в том, в прошлом году. А должны были заняться лет пять назад. Ну, думаю, по шахматам. Да, давай позвоним. Давай позвоним. Митя Камеди. 50 секунд. Давай. Митя, привет, братан. Здравствуйте. Один вопрос. Скажи, пожалуйста, я сейчас на шоу у Артема Шестуна. Знаешь, такого из импровизации? Да. А? Да. Да. Короче, скажи, пожалуйста, сколько черных клеток на половине шахматной доски? Черных клеток на половине шахматной доски? Да. Нужно четыре. Четыре. Четыре? Двенадцать. Двенадцать? Вроде бы да. Ага. Ты уверен? Дождите. Двенадцать. Восемь на восемь, шестьдесят четыре, 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 два, половина будет тридцать два. Че на... Я же говорил. Он ответил двенадцать, а потом он успел разделить шестьдесят четыре на два. Получим тридцать два, и на этом время закончилось. У тебя остается... Может, тридцать два он имел в виду? Давай тридцать два возьмем. Ну, как будто он имел в виду тридцать два. Ну да, он же типа половину, например. Он типа посчитал, да. Ну, это неправильный ответ. У тебя остается сорок секунд. Так. Виталий Милонов. В натуре? Я нет. Он у меня есть, но я с ним лично не знаком. Юра Музыченко. Юра должен знать, на самом деле. Должен знать? Ну, конечно. Он же пьет. А кто, как не алкаший, знает все про шахматы? Ну что, звоним Юре Музыченко? Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Звоним Юре Музыченко. У тебя сорок секунд. Так. Блядь. Ну, Музыченко, по-моему, точно не... Мне кажется, у тебя не осталось. Из черных у него только этот, как бы, в друзьях джарахов, а на теле татуировки. Сегодня 12. Юрец, привет. Слушай, я сейчас нахожусь на шоу «Шастуна» в YouTube. И вопрос. Я звоню друзьям. Ответь, пожалуйста. Сколько черных клеток на половине шахматной доски? Да пиздец, я и про это и говорю. Я знаю, что ты не знаешь. У нас есть черных клеток на половине шахматной доски. Да. У нас есть 20 секунд. Это пиздец вопрос, блядь. Откуда нахуй его берут? Уже идет, блядь. 10 секунд осталось. Я хуево знаю. Я даже не знал, что там черный есть. Любое число. Время Милонова, мне кажется, все начнет. Юра не сдал никакого ответа, кроме... И это неправильный ответ. Но тебе перезванивает Митя Камеди. Давай ответим. И у тебя есть 30 секунд. Давай. Алло. Митя. Да. Я хочу изменить свое мнение. Я не знаю, кто такой. Я понял, а ты по шахматам не зашел в YouTube? То есть не узнал? Нет, я тебе не успел сказать. Сколько? В YouTube на этот вопрос ответа нет. Сколько, как ты думаешь? 16. Спасибо, целуйте. Итак, Митя Камеди перезвонил. Видимо, у него под рукой был Google. Он ответил 16, и это правильный ответ. Реально? Да, на половине шахматы доски 16 черных клеток. Красава. Есть два правильных ответа, но у тебя осталось всего 30 секунд. И мы переходим к третьему вопросу. Третий вопрос звучит так. Давай. Что означает сектор плюс на барабане? На барабане чего? На барабане. Игры в поле чудес. А, так это важное уточнение. Потому что, например, сектор плюс на барабане у пионера означает, что пионер и блан. Ну что, знает ли Настя Швард ответ на этот вопрос? Конечно. Она же служила в гестапо. А именно, под эту дробь, они выходили и заходили в эти... нахуй. Гестапо ненавижу, блин. Николай, тренер в бассейне. Это... это... это не мой. Не твой тренер? Я умею все в бассейне. Оля обувь. Оля няня. Оля первый модный. Оля платье. Оля путевка. Оля уборка. Один ли это человек или нет? Это огромная семирука женщина, которая где-то цепями поднимается из подвала, смотря что ей нужно. Погладить! От Дубковского по электрике. Кстати, плюс. Он может знать. От Ивана ГИБДД. Паркет. Продавец. Давай позвоним ей. Про Сектор Плюс. У тебя 30 секунд всего. А давай рискнем. Рискнем. Хочешь рискнуть, позвонить в магазин Паркета и спросить, что означает Сектор Плюс на барабане. Илья, твое право. Знаешь, жизнь одна. Мы звоним по контакту Паркет Продавец. 30 секунд. Что означает Сектор Плюс на барабане. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы сейчас в одном месте, где нужно ответить на вопрос. Что означает Сектор Плюс на барабане. Вы не знаете, случайно? Илья, вы не ошиблись с номером? Нет. Я звоню вам. Абсолютно вы уверены? Сто процентов. Сектор Плюс на барабане означает приз. Как же это она так, блять, ошиблась-то? Как она долго не хотела играть в эту игру с тобой. Вы ошиблись. Официальная вся такая вот там Сектор Плюс это значит приз. Ох, Илюх. Не, я знаю, что она не права. Паркет Продавец сказал. Так как Плюс открыть букву, это, блять, очевидно. Она ответила, что приз, это неправильный ответ. У тебя остается 20 секунд. Сейчас будем звонить Денис Массаж, мне кажется. Илья Прусикин. А он может где-нибудь в Америке, он сейчас везде. Ваня Пышненко. Пышненко точно в России. Александр, изобретатель ремонты. Изобретатель ремонта? Изобретатель ремонта. Рита Конюшня. Это не мое. Рита Автобиография. Это мое. Это твое. Тимур Родригес. Тимур-то знает все. Ты думаешь, Тимур знает? Да, давай позвоним. Стопудово. Про Сектор Плюс на Брагоне. Мы звоним Тимуру Родригесу. 20 секунд. Смотри. Тимурчик, привет, дорогой друг. Дорогой друг, скажи, пожалуйста, я сейчас у Шастуна, у Денис Шастун из импровизации. Знаешь такого, помнишь? Скажи, пожалуйста, что означает Сектор Плюс на Барабане? Сектор Плюс на Барабане? В Боле Чудес. А, Сектор… Да что ты такое? А где еще, Тимыч? Ну что, ты успел сказать про Дениса Шастун? Не успел ответить на твой вопрос. Тебе остается 10 секунд, бро. Все, 10 секунд. На этот вопрос? На этот и еще на два. Играем. Бля, я думал, ты заберешь ничего, конечно, и уйдешь отсюда. А если я рискну, пойду ва-банк. Тебе перезванивает Тимур Родригес. Смотри, ты можешь скинуть. Давай его. Ты можешь взять трубку. Давай продолжим. 10 секунд. Тимыч, у нас осталось 10 секунд, это сбрасывает Андрей Шастун. Сектор Плюс на Барабане. Сектор Плюс на Барабане, значит, то, что Плюс к женщине, которая выиграла чайник. Да ёпс ты! Тимур! Означает, Плюс к женщине, которая выиграла чайник. Ответил Тимур Родригес. И тем самым? Ноль секунд. Давай сделаем так, как будто Тимур тебя не перезванивал и не говорил про Плюс к женщине, которая выиграла чайник. Ну да, он подставил меня реально. У тебя остается 10 секунд. Три вопроса. Мы продолжаем искать, кому звонить. И я наткнулся глазами на такой контакт, как Сергей Рост. Мы ему абсолютно точно не будем звонить, да? Я точно позвонил, Серёжа. Просто я буду ему минут пять объяснять, вообще, что происходит, зачем я ему звоню. Тут надо кто-то, кто сразу же войдёт в игру. Кто ещё есть? Ну смотри, давай, если хочешь, можешь подглядывать. Сергей Прораб Избург, Сергей Металлург Магнитогорск, Серёжа Бригадир. Подожди, нам же нужен быстрый ответ. Быстрый ответ. Скорая, дубки. Стас Таравойтов. Стас Юсби. Надя Сысоева. Студия. Такси Питер. Марат Тагиров. Торт Пермь. А давай рискнём. Ну какой торт, ты серьёзно? Абсолютно точно. Звоним торту в Пермь. Мы звоним торту в Пермь. 10 секунд, вопрос про поле чудес. Алло. Здравствуйте, это телеканал Спас. Скажите, что означает сектор плюс на барабане в поле чудес? Причём, я не понимаю, ну в чём ты ошибся? Торт Пермь. Ну что, торт Пермь. Никому не рекомендуем. Торт Пермь. Покупать торт из Пермь. Возможно, у вас будет задержка. Торт Пермь тебя сбросил, соответственно. Ребята, это вообще необоснованный просто хейт. Илья Соболев проиграл в нашем шоу. Я тебя с этим поздравляю, ты знаешь. Знаешь, брат, я на самом деле даже не то, что проиграл в этом шоу. Я... Я... Но выиграл я кое-где. Я прямо сейчас удалю из контактов некоторых людей. Потому что они портят меня. Ты можешь это сделать, можешь. Они вот сейчас прямо торт улетают нахуй. Торты здесь... Интересно, какие были вопросы? Радригис удалить. Илюх, спасибо тебе большое. Спасибо большое тебе. Это было очень круто, Тоха. Я приглашаю тебя, кстати говоря, в шоу «Площадка для оскорблений». Илья, ну я с удовольствием же придумал. С кем мы будем придумать эту штуку? Друзья, Илья Соболев проиграл в нашем шоу. Пишите в комментариях, как бы вы записали Илью в свою телефонную книгу. Самый какой-нибудь залайкенный коммент я найду и обязательно так запишу себе Илью. Илья, спасибо тебе большое. Спасибо огромное. До встречи. Кстати, теперь я переименую и себя тоже. Да? Да. Как ты меня запишешь? У меня как раз освободилось одно очень классное название. Торты, перец. Пока! Так, всем привет, ребята. В самом первом выпуске у нас в гостях был Слава Комиссаренко. И у нас было точно такое же задание для вас, чтобы вы писали в комментариях, как бы вы занесли в свою записную книжку Славу Комиссаренко. Я нашел самый залайканный комментарий и сейчас именно так запишу Славу к себе. Этот комментарий написала Кристина Лихватова. И записать надо однозначно, как Слава Латиница. Написано, естественно, латиницей, как и все контакты у Славы. Алло, Слав. Да. Привет. Это Шастун. О, привет. Привет, Слав. Слушай, помнишь, ты был у меня в гостях в контактах в самом первом выпуске? Конечно. Конечно. Слушай, Слав, там, короче, такое дело. Там было задание для подписчиков, чтобы они писали в комментариях, «Как мне тебя нужно записать в телефонную книгу». Так. Вот. И там самый залайканный комментарий был «Слава Латиница». Вот. И я тебя так переименовал. На самом деле я тебе звоню просто сообщить эту информацию. Если я тебя оторвал от очень важного дела, то ты вправе сердиться на меня. Нет, на самом деле, если ты хочешь найти чего-то меня оторвал, у меня сейчас заруба с другом в «Герое Меча и Меча». Поэтому… «Герое Меча и Магии»? «Да, и самая важная вещь вообще…» Я не смею вас отвлекать, магистр. Давай. Давай, если отвлек, прости. Давай. Все в порядке. Пока, пока. Давай, пока, пока. Друзья, смотрите выпуск со Славой Комиссаренко. Ссылка появится где-то здесь. Смотрите, подписывайтесь на канал, колокольчик, чтобы не пропустить. Пока. 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 Пока.